Достойный соперник для Субару. Митсубиси Lancer Evolution 7. Очень долгожданный заказ от подписчика. С началом нового столетия кардинально улучшилось производство машин серии Lancer Evo. Точнее, в 2001 году FIA, это Международная Автомобильная Федерация, послала запрос в головной офис японского автоконцерна на создание нового поколения Evolution, соответствующего правилам чемпионата мира по ралли. В 2001 году начался выпуск легендарного Митсубиси Lancer Evolution 7. Производилось седьмое поколение с 2001 по 2003 год, пока не появилась восьмая регенерация. Митсубиси Lancer Evolution 7 получился очень функциональным, благодаря чему успешно продавался на внутреннем и экспортном рынках. Что же в нем было особенного? Первые комплектации на механике, выходившие с 2001 по 2002 год, ИВРС и ИВГР были почти такими же легкими, как шестое поколение. К тому же, они были с усиленной подвеской, что очень неплохо для спортивной легковушки. А вот версия Митсубиси Lancer Evo 7 на автомате получилась значительно тяжелее 1480 кг. Большая масса усилила кузов, а вследствие его жесткость на 50%. В зонах увеличенной нагрузки были добавлены толстые металлические листы и новые сварочные швы. В дальнейшем производитель модернизировал шасси и провел ряд мероприятий по снижению веса автомобиля. А именно, установка алюминиевых крыльев спереди, использование более тонкого металла на крыше, облегчили некоторые детали двигателя, внедрили полые распредвалы и сделали тоньше стекла автомобиля. Модернизировали также систему полного привода. Был добавлен центральный дифференциал повышенного трения, увеличен крутящий момент двигателя, хотя мощность и осталась прежней. Митсубиси Lancer Evo 7 стал устойчивее на трассе, лучше разгонялся и входил в повороты. Выросший до 385 Нм, крутящий момент стал следствием увеличения потоков воздуха к мотору. Мощность не столь высокая, порядка 280 л.с., но на самом деле Lancer Evo 7 мог тягаться на трассе из Ferrari Modena 360. Добавление инновационной на то время дифференциальной системы и ее блокировки в совокупности с полной электронизацией сделало из машины отлично управляемое спортивное транспортное средство. Повысилась острота руля, стало легче контролировать на высокой скорости снос заднего моста. Но какие же преимущества и недостатки есть у Митсубиси Lancer Evo 7? Плюсы и минусы этого авто по отзывам владельцев и мнениям экспертов. Из плюсов – это отличный разгон, высокий уровень устойчивости и маневренности, красивый, но не броский дизайн салона. Модернизированная система полного привода, удобная повседневная эксплуатация. Минусами называют большой расход топлива и чрезмерную жесткость подвески. Комплектации Evo 7. Evolution 7 выпускался в два периода – 2001, 2002 и 2002-2003 годы. Первые Evo 7 оснащались 16-клапанным турбированным мотором 4 и 63 T-Dash-C и 5-скоростной механической коробкой передач. Они назывались ГР и РС. Максимальная мощность двигателя составляла 280 л.с. Крутящий момент равнялся 383 385 ньютон-метров. Расход топлива – 10,4 литра на 100 км. Версия Evo GTA стала выпускаться с 2002 года с коробкой автомат на 5 скоростей. Мощность и крутящий момент того же агрегата снизились до 272 сил и 343 ньютон-метра соответственно. Расход горючего же увеличился до 12 литров. АКПП, заимствованная у Mitsubishi Gallant VR4, была универсальной, переключалась на ручной тип управления. В конце кузов автомобиля тщательно доработали, хотя это и не спасло его от замены на конвейере. Спереди был добавлен массивный обвес с воздухозаборниками, а на багажник установлено антикрыло. Mitsubishi Lancer Evolution 7 – отличная спортивно-роллейная машина, которую можно использовать и в повседневной жизни. Красивая внешность, богатый функционал и превосходная динамика не оставляют равнодушными любителей по сей день. Если тебе понравилось видео, напиши мне в комментариях, как тебе эта пушка-гонка и каком автомобиле мне тебе рассказать в следующий раз.